Антон Войтов. Агата Фишер. Хрономаг. Книга вторая. Глава первая. Взрыв произошел не в кафешке. Меня обдало жаром и ударной волной. Рефлекторно закрылся рукой, выставляя щит на автомате, чтобы прикрыть девчонок. Боец спецотряда отпустил и повалился на пол. Ему прямо в шею попал осколок. Клистанула кровь. Отовсюду слышались хрипы и крики. Часть бойцов спецотрядов и гвардейцев были ранены. Пыль стояла плотной пеленой. Я поднялся с пола, коротко огляделся. Подобрал патрон с рунным розчерком и кинулся под стол. «Не вякать». Только и выдохнул я. В ушах шумела кровь и стоял звон от взрыва. Схватив обеих девчонок за предплечье, я рванул их на себя, пытаясь вызвать телепортацию. Мгновение. Еще одно «и». Мы вывалились на траву прямо перед парадным входом в основное здание поместья. Я расхохотался. Не ожидал. Мне до сих пор был неизвестен механизм работы телепорта, и что кого-то еще можно утащить с собой, я решил на чистой интуиции. Девчонки пребывали в полнейшем шоке и, сидя на траве, тупо озирались по сторонам. Ни одна из них не бывала в нашем поместье. «Мы где?» Аврил немного пригладил растрепавшиеся волосы. «В безопасности», ответил я, все еще пялись с неба. «Нера, как мы?» Грейс тоже не особо соображала. «Все потом». Я, наконец, сел. В ушах все еще звенело. Одежду слегка опалило горячей волной. Лицо щипало. Видимо, задело мелкими осколками. Раненое плечо уже оттаяло и тоже ныло. «Предвечный, милостивый!» Я обернулся. На лестнице стоял Эйл, сжимавший в руках какую-то папку. «Да, выглядела наша троица так себе. В пыли, царапинах и мелких осколках. Позови целителя!» Я откашлялся. «Девчонкам надо!» Эйл так быстро скрылся из поля зрения, что я даже не успел ничего добавить. «Что это было вообще?» Я засунул руку в карман и нащупал гильзу. Том Берг был мертв. Я знал это на сто процентов. Откуда это оружие взялось в кафе? Кто и на кого напал? Вместе с семейным целителем на улицу вышли недоумевающе обеспокоенный отец и Несса. Эйл крутился рядом, ожидая распоряжений. «Что произошло, Нера?» Кто-то разгромил кафе в центре города. Нападение. Сказал я первое, что пришло в голову. «Хаган, именно об этом происшествии тебе только что доложили». И Несса схватила отца за руку. Я покосился на целителя, который пока что осматривал девчонок. «Мои царапины вполне себе подождут. Они не столько ранены, сколько шокированы перемещениями». «Девочек в лазарет. Эйл, свяжитесь с Ноксами и... родными второй девушки». Отец коротко взглянул на Аврил. «Слушаюсь». Ментор кивнул. «Нера, меня не надо в лазарет. Чуть позже. Я встал на ноги, показывая, что все в порядке». «Ничего не понимаю. Ничего». Бормотала Грейс, пока целитель поднимал ее на ноги. «Инесса, дорогая, сопроводи их». Она кивнула и последовала за целителем. «Как вы оказались здесь сразу после происшествия?» Лицо отца было абсолютно растерянным. Я, наверное, ни разу в жизни не видел его таким. Телепортация. Я улыбнулся уголком рта. «Что?» Кажется, он окончательно запутался. Я переместился в пространстве вместе с девчонками. Как это правильно работает, не совсем еще понял. Когда появилась? Тогда же, когда пропала родовая магия. Произнес я на одном дыхании. «Ничего не понимаю». Отец устало потер веки пальцами. «Объяснить наше появление в родовом поместье никак нельзя было иначе. Да и вся эта ситуация слишком выходила за рамки нормы. Особенно сейчас. Мне не помешает вторая голова, а лучше голова всего совета старейшин. Я могу сказать, что...» «Нет-нет, подожди. Хорошо». Отец торопливо произнес это, не открывая глаза. Он крайне редко тараторил. Но вот сейчас он принимал молниеносное решение, и я промолчал. «Где твой телохранитель?» Погиб. «Телохранитель юной леди Нокс». Погиб. «Сколько времени прошло?» «Минут десять от взрыва». Я пожал плечами. «Тогда так». Отец открыл глаза. «Я в общих чертах знаю, что там произошло. Вы уехали на нашей машине, как только началась стрельба. Вас вытащил телохранитель. Чтобы не терять время, привез сюда. Ясно?» «Я кивнул». «Девушкам тоже сейчас передадим эту версию. Никому пока не нужно знать его». Отец на секунду задумался. «Твоей особенности, пока мы сами не разобрались. Ноксы, наверное, уже отправили сюда кого-нибудь». «Конечно. Поэтому пойдем». Мы быстро добрались до лазарета, где Грейс и Аврил уже немного пришли в себя. Целитель обработал и подлечил царапины, снял шок и последствия от ударной волны. Теперь девчонки пытались оттереть грязь с лиц и молчали, только слегка косо посматривая друг на друга. «Мне не нравилось то, что они теперь знали. Это в любой момент может сработать против меня». Отец ни за что не прибегнул бы к помощи доверенного менталиста первого ранга. Вмешательство в память без разрешения имперских кураторов – преступление. Да и времени на это просто не было. Отец вкратчиво объяснил Грейс и Аврил версию произошедшего и взял с них обещание пока оставить способ перемещения в тайне. Судя по осоловелым глазам, они и так не поняли, что произошло. «А что же скажут мои родители?» – схлипнула Грейс. «Сначала с ними поговорю я». Отец обратился к ней. «Это могло быть совпадение, террористический акт или же намеренное нападение на кого-то из вас». Отец оглянулся на меня. Да, этого тоже нельзя было исключать. «Обычные террористы?» Успели поставить блок от техник, кого-то искали. «Вряд ли это какие-то бунтовщики». «Тебе ничего не придется выдумывать и объяснять. Просто скажи, что вас доставил сюда телохранитель Нера, хорошо?» Грейс часто закивала. Аврил тихо сидела, опустив голову. «Мне стало ее жаль. Никто не приедет за ней. Максимум посланница-топекуна, которого никто из нас не знал и не видел». «Не переживай, тебя тоже доставят домой». Отец положил руку на плечо Аврил. «В интернат они домой». Тихо всклипнула она, теребя подол юбки. «Я никому ничего не скажу». Она подняла взгляд. Голубые глаза покраснели от слез. Но в этом взгляде читалось что-то неясное. Будто обещание лично мне. «Господин, травмы были несерьезными. С юными леди все в порядке». Отчитался подошедший поближе целитель. «Благодарю, Хес. Осмотри, Нера». Я покорно подождал, пока Хес залечит мои царапины, восстановит ткани в том месте, где задела пуля и снимет болевые синдромы. Отец ожидал прибытия Ноксов совсем скоро и оставил нас в лазарете. Умылся холодной водой и немного поглазел в отражении. Что это было? Оттянув перчатку, осмотрел стигмы. Нет. Никаких намеков на то, что родовая магия сработала у меня. Еще один хрономаг был в кафе? Или это было нечто другое? Может, игра моего разума, и это все только показалось? Я тряхнул головой. От Нокса в поместье пригнали аж самого Виктора, главу, с кучей личных гвардейцев. Я давно подозревал, что Виктор на побегушках у Эмилии, которая только притворяется невинной пустышкой. С одной стороны, дело было действительно важным, но с другой, пока не объявят покушение и расследование, хватило бы и личного помощника. Аврил оставили с Энессой, а меня вызвали в малый переговорный зал. Оставалось только надеяться, что Грейс не переклинит рассказать правду. Теперь мне придется постоянно помнить об этом факте. Виктор, обеспокоенный наседкой, скакал вокруг Грейс, та только коротко что-то отвечала и мотала головой. «Прошу, присаживайтесь, Виктор!» Отец пригласил Нокса к столу. Грейс усадили рядом с ним. Я остался стоять за креслом отца, сложив руки за спину. «Сейчас буду говорить, только если отец попросит. Он гораздо быстрее управится с Виктором Ноксом». «Да и мое слово сейчас ничего особо не значит». «Уважаемый господин Нокс», — начал отец. «Ситуация, произошедшая с детьми, требовала быстрого решения. Поэтому я взял на себя смелость привезти юную леди Грейс в наше поместье». «Ох, ох!» Виктор вытер с олба платочком выступившие капельки пота. «Я очень вам благодарен. Не имею никаких претензий, господин Айон. Напротив, готов публично выразить благодарность». «Не стоит», — отец покачал головой. «Наш долг защищать того, кто попал в беду». Нера и телохранители отреагировали крайне быстро и правильно. «Благодарю, Нера», — Виктор кивнул мне. «Нам необходимо провести внутреннее расследование, привлечь полицию и получить информацию от следствия». Отец снова обратился к Ноксу. «Согласен», — выдохнул тот. «Это могло быть нечто серьезное. Я привык не верить случайности и совпадения». Я поймал взгляд Грейс, до которой сейчас только, видимо, дошло, что в глазах Виктора я приобрел некий статус, и теперь она может крутить папочкой и подбивать клиния к тому, чтобы Нера Айон взял Грейс с жены. Жаль только, что Ноксы не очень планируют родниться с Айонами. Точнее, отдавать нам дочь. А хотят совсем иного. Мне стало понятно, что Эмилия и Виктор дочурку ко мне не подсылали. Ее влюбленность и прекрасное осознание того, что я очень даже выгодный вариант, выросли сами по себе. Грейс далеко не глупая, и вполне возможно, что в ее кудрявой голове тоже свои великие планы. Но совместить выгодный союз с собственным интересом – очень даже заманчивая игра для юной девушки. Правда, она не знает, что есть игры по запутаннее и посложнее. Я улыбнулся ей. Отец и Виктор еще коротко что-то обговорили и обменялись рукопожатиями. Когда их машина с сопровождением укатила за территорию поместья, облегченно выдохнул. Аврил и Энесса сидели в беседке недалеко от детского крыла. Похоже, что Аврил тоже пришла в чувство. Она оживленно что-то рассказывала на ложнице и смеялась. Быстро отошла. За это она мне и нравилась. Никогда не погружалась в бесполезные страдания. Не разыгрывала драму без весомого повода. Даже слезы ее в глазах я видел крайне редко. Ну, как ты? Я перегнулся через перила беседки прямо к ее уху. Ой. Она обернулась и хихикнула. Уже хорошо. Меня Энесса позвала подышать воздухом. Отлично. Я обошел беседку и тоже упал на скамейку. Устал. Ты не расскажешь, да? Аврил хлопала глазами и не решалась говорить дальше. Не сейчас. Хорошо, милая. Я покосился на нее и подмигнул. Ладно. Она кивнула. Кто за тобой приедет? Комендант. Выдохнула Аврил. А я думала, что хоть в таком случае увижу своего опекуна. Ты никогда не встречалась с ним? Я удивился. Нет. Она мотнула головой. Даже никогда не разговаривала лично. Это ей обидно. О. Она достала из кармашка в юбке миниатюрный телефон. Комендант. Спасибо, что посидели со мной, Энесса. Аврил суетливо поклонилась ей. Юный господин. Когда проводите, юную леди, мы можем поговорить? Промурлыкала Энесса, откидывая за спину белоснежные волосы. Конечно, скоро вернусь. Рядом с автомобилем, приехавшим за Аврил, стоял отец. Она поблагодарила его и нехотя села в машину коменданта. Отец принес Аврил свои извинения за сложившиеся обстоятельства и пообещал рекомендацию для Академии, если понадобится. Она засмущалась и ничего не ответила. Отец, мы можем поговорить сегодня? Айфили Туми? Он устало посмотрел на меня. Да. Дай мне немного времени, сын. Сегодня слишком многое произошло. К тому же, теперь к проблемам с Туми добавилась ситуация с нападением на кафе. Мне нужно работать. Он глубоко вздохнул. Завтра останешься в поместье. Я отправлю сообщение директору школы. Но... До выяснения обстоятельств. Понял. Мне очень важно знать, что происходит в деле Туми. Отец. Это же Адора. Я знаю, как вы близки. Я пошлю к тебе, Эйла, вечером. Если буду готов рассказать. Отдыхай, сын. Хорошо, спасибо. Я решил пока больше не дергать отца. Хотя неизвестность раздражала, как и то, что меня не взяли в следственный комитет. Я прекрасно понимал ситуацию, но отцу придется мне все рассказать так или иначе. Всего, что произошло сегодня днем, вообще никогда не было. В той жизни этих событий просто не существовало. Я не помню никаких терактов и взрывов рядом с Элизиумом. Значило ли это, что мое присутствие в этом времени меняло не только события, связанные с Айонами, но и другие? Пока мысли об этом крутились в голове, я вернулся к Инессе и откинулся на ограждение беседки и прикрыл глаза. Протяжно выдохнул. О чем ты хотела поговорить? Я видела Адору. Она ужасно выглядит. Вся растрепанная, кожа бледная, одежда помятая. Инесса покачала головой. Я открыл глаза и молча уставился на нее. Ты рассказал ей, да? Она не поверила. Адора считает, что это из-за Итана и их интрижки. Он не пустил его к ней? Нет. Инесса вздохнула. Я даже не знаю, о чем они говорили, пока господин Доу был в поместье. Я думал, у тебя везде глаза и уши. Я хмыкнул. Увы, не вышло в этот раз. Очень беспокоюсь за нашу девочку. Мне кажется, что такое нервное напряжение может вызвать проблемы. Или хуже, проявление сущностей. А это ужасно. Что ответить Инессе я не знал. Ситуация со всех сторон уперлась в тупик. И пока отец не ведет меня в курс дела, ничего нового я сделать не могу. Я снова запустил руку в карман и покрутил в пальцах гильзу. Ты не видела дядю Юстаса? Я решил сменить тему. Ситуация, в которой я ничего не решаю напрямую, слишком напрягала. Главное, что механизм запущен. И я уверен, все пройдет так, как нужно. Только за завтраком. Но он решает какие-то дела и почти все время находится в кабинете. Ясно. С Юстасом я поговорю завтра. Джет сможет приехать после занятий. Я не знал наверняка, какая ситуация на границе. Поэтому откладывать презентацию улучшенного экзоскелета не имело смысла. Еще кое-что, Нера. Инесса слегка наклонилась вперед. Хаган рассказал обо всем старейшинам. Совет будет очень скоро. Я повел плечами. Да, многовато событий, которые придется обсуждать совету. А Мартину? А ситуации с Адорой? Конечно. Ему в первую очередь. Подтвердила она. Нехорошо. То, что я не рассказал об этом прадеду, он может воспринять как недоверие или хуже. Желание скрыть факты из моих воспоминаний. Да, я сделал это намеренно. Потому что Мартин слишком сильно переживал то, что он никак не помогал Роду в той жизни. А доживал отведенное время обычным человеком где-то на периферии. Как он на это отреагировал? Плохо. Инесса вздохнула. Точнее, я могу сказать, как выглядел Хаган после их разговора. Скажу, как я вижу это со стороны. Среди айонов растет напряжение. Только внутренних конфликтов нам не хватало. Я медленно вдохнул и выдохнул несколько раз, успокаивая взволновавшийся поток. Мне кажется, Нера, что что-то не так. Будто все вокруг иллюзия. Инесса поежилась. Потренируйся. Не трепи себе нервы. Я отодвинул рука в пиджака и взгляну на часы. До вечера еще было несколько часов, а ожидание становилось невыносимым. На телефон пришло сообщение. Уважаемый юный господин Нера. Рот Нокс благодарит вас за помощь и защиту младшей дочери Грейс Нокс. И приглашает на семейный ужин. Вашему отцу также будет направлено письмо. Если вы ответите положительно, время и день будут обговорены дополнительно. Глава вторая Я перелистывал присланные Джедом файлы и чертил в программе новые скрипты, которые удалось вспомнить. Первым делом нам нужно будет запатентовать скрипт на бесшумность для мелких механизмов. Похожие уже, конечно, существовали. Но мой, несомненно, был куда совершеннее. Я подготовил специальный бланк запроса на патент и тщательно его заполнил. Сверил схему нужного скрипта с тем, как его подправил Джед и отправил пачку файлов другу на почту. Ты уже все подготовил? От него пришло сообщение. Да, завтра приезжай ко мне после школы. Юстас пока еще здесь. Немного волнуюсь. Все будет в порядке. Сообщения всплывали в окошке программки, и я лениво отвечал на них. Общение не так сильно занимало руки и мысли. Эйл уже заходил и сообщил, что отец ожидает меня в кабинете, через час. И этот час тянулся даже слишком долго. Я перечитал сообщение от помощника Ноксов и потянулся в кресле. Это хорошо, что они решили меня пригласить. Значит, уже больше доверяют. По крайней мере, делают вид. Что там на самом деле происходит, наверняка неизвестно, но я сделаю вид, что все так, как мне и показывают. На благодарственный ужин у Ноксов отец дал добро. Я терпеливо ждал, пока он закончит набирать какой-то текст и отложит в сторону документы и бумаги. Мне казалось, что бесшумные часы на стене отсчитывают время даже слишком громко. «Я рад, что ты все-таки нашел для меня время», — сказал я, когда он наконец закончил дела. «Не мог оставить тебя в стороне. Происходит нечто странное, сын. Пока не могу найти этому объяснение. Туми, твоя новая способность, о которой никто не слышал». «Вообще?» — я сделал вид, что даже не интересовался этим вопросом. «Да, во всяком случае на поверхности такой информации точно нет». Он вздохнул. Взгляд отца и правда был уставшим, а легкая улыбка предельно натянутой. «Не играй во всесильного, папа. Твои же слова. Я знаю, что всегда нужно держать лицо. Но передо мной можешь быть более честным. Быть может, тогда вот эта нынешняя сила с постоянным напряжением внутри изгубила тебя». Я внимательно смотрел на отца, ожидая, когда он начнет свой рассказ. Но не торопил. «Да, папа, знаю, каково это. Кем бы ты ни был, ты должен крепко стоять на ногах. Что бы ни творилось внутри, ты должен держать все в кулаке. Знаю». «Ладно. Я расскажу все как есть. Может быть, твой свежий взгляд поможет увидеть то, чего я не заметил». Я кивнул и приготовился слушать. Хаган договорился встретиться с Итаном Доу неподалеку от здания Следственного комитета, чтобы сначала переговорить. До назначенного комитетом времени оставался еще час. Лишние глаза и уши были не нужны. Поэтому он выбрал местом встречи ресторанчик с отдельными кабинками и полной конфиденциальностью. Там частные встречи проводили нередко. И персонал знал всех господ в лицо. Двое охранников сопроводили Хагана до нужной кабинки и остались снаружи. Доу должен был прибыть с минуты на минуту. Хаган заказал графин чистой холодной воды и две чашки кофе. Посмотрел в окно, за которым суетливо ходили люди и проносились машины. Его не было видно с той стороны. Специальное покрытие делало окна зеркальными снаружи. — Добрый день, господин Айон. В кабинку вошел Итан Доу. Он кинул своему сопровождающему и тот вышел. — Добрый день, господин Доу. Официант оставил заказ на столе и молча удалился. Больше их никто не побеспокоит. — Я хотел бы начать. Хаган слегка облокотился на столешницу. — Расскажите мне, как давно вы в тайных отношениях с Адорой? Доу немного помолчал. Он был почти ровесником Хагана и не собирался смущаться, как мальчишка. Но свои слова тщательно обдумывал. Его положение и титул были достаточно высокими. Но просто так Итан никогда бы не получил одобрения со стороны Айонов на эти отношения. Около года. Итан слегка улыбнулся и отпил кофе. — Господин Айон, буду предельно честен. Я и не надеялся, что у нас с Адорой может быть будущее. Посему предпочел оставить эти отношения в тайне. С обрученной девушкой одного из тринадцати. Хаган внимательно посмотрел на него. — Не находите это бесчестным для барона. А уж тем более для того, чьи намерения чисты и серьезны. — Понимаю ваше негодование. Итан усмехнулся. — Могу я закурить трубку? — Хаган кинул. — Может, это прозвучит взбалмошно, словно от юной девицы. Но я был готов довольствоваться малым ради любви. Никогда бы не стал каким-либо образом мешать планам рода Айонов. Но... Но произошло то, что произошло. С помощью своих людей мне удалось выяснить, что Фил Туми психопат и убийца. Никогда бы не смирился с тем, что возлюбленная будет отдана такому в мужьян. Итан тяжело вздохнул. Хаган решил не спрашивать, как Доу выследил Фила. Сейчас это было уже неважно. — Размолвка и дело против Туми вовсе не означают, что я выдам дочь за вас. Вы же это понимаете, господин Доу. Итан немного попыхтел трубкой. Сизый дымок с запахом осенней сливы поднимался кверху. И исчезал в решетке вентиляции. — Понимаю. Конечно, понимаю. Для меня важнее, чтобы Адора была жива и здорова. А главное — счастлива. И если судьба или вы, господин Айон, распорядитесь так, что не я подарю ей это счастье, то так тому и быть. Хаган промолчал, отпивая терпкий кофе с приправами. Доу был противоречивым человеком. С одной стороны, его намерения действительно были благими. Он хотел спасти Адору от страшной участи. С другой, он намеренно тайно встречался с ней, зная, что это может превратиться в скандал. И репутация Айонов и Адоры крайне сильно пострадает. В Хагане сейчас боролись чувства возмущения и благодарности этому человеку. — Я тоже рискую, Хаган. Доу вдруг обратился к нему по имени. В данной ситуации это было непозволительной бестактностью и нарушением субординации, но он ничего не успел ответить. Я тоже рискую репутацией, положением и состоянием, встревая в дела тринадцати. Выступая обвинителем в деле, которая может быть проиграна просто по щелчку пальцев. Я могу потерять место владельца Центрального банка, свои деньги и связи. Меня могут лишить гильдейства. Поэтому, Хаган, будьте уверены, за моими намерениями не стоит злой умысел или желание получить выгоду. После такой тирады Хаган еще несколько минут молчал. Сейчас этикеты возможные, но так и не случившиеся скандалы из-за интрижки, все-таки были не самым важным. — Значит, Итан, вы готовы идти до конца? Не сдадитесь под прессингом судебных органов и рода Тумми? — Конечно. Моя любовь, не побоюсь этого громкого слова, стоит всех денег и статусов в империи. Он хрипло усмехнулся. — Я на вашей стороне. Но об возможном союзе с Адорой пока не могу ничего сказать. Хаган решил оставаться честным. — Понимаю. Сейчас главное, чтобы мы выиграли дело против Фила. Я прекрасно понимаю, как это может испортить отношения с родом Тумми. Я понимаю, какие могут быть последствия. И потому безмерно счастлив, что благополучие рода для вас важнее, чем спокойствие среди тринадцати. Доу улыбнулся. — Это все достаточно сложно. Хаган покачал головой. Нас всех когда-нибудь не станет, господин Айон. Вас, меня, даже наших детей и внуков. Когда-нибудь исчезнет империя. Падут цивилизации. Закончится третья эра. Не бывает вечности. Даже вселенная когда-нибудь умрет в холоде и темноте. Стоит ли тогда желать выгодного положения больше, чем счастья? — И, быть может, возродится вновь. Хаган улыбнулся уголком рта. — Быть может, но это будет уже другая вселенная. Другой мир, другая империя и другие мы с вами. Поэтому нужно жить сейчас. Наши жизни — короткие вспышки. Мне бы хотелось, чтобы мгновение моей жизни принесло кому-то тепло. Поэтому да, я пойду до конца. Доу допил кофе и улыбнулся. — Назначенное время через пятнадцать минут. Хаган вытащил из нагрудного кармана делового костюма часы на цепочке. — Нам пора. Назначенный следователь встретил их сдержанно и напряженно. Он постоянно перебирал какие-то папки с бумагами и опасался смотреть в глаза Хагану и Итану. Следователь предложил им присесть и не решался начать разговор. — Дело было заведено, господин следователь. Хаган заговорил первым. — Пока мы не можем этого сделать. Необходима экспертиза доказательств. Господин Туми был уведомлен о вашем заявлении. И скоро тоже прибудет сюда. Голос следователя звучал неуверенно. — Для каких целей? Хаган достал из жесткого футляра очки. Он желает написать встречное заявление о клевете. — Разве он не видел записи? Его не вызывали? Доу вмешался в разговор. — Дело в том, что да. Мы вызывали на предварительную беседу. Вызвали также самого Фила. Но они отрицают все. Адвокат, прибывший с ними, затребовал экспертизы на нескольких уровнях. — Этого следовало ожидать. Хаган кивнул. — Что еще мы можем сделать? — Вам тоже понадобится адвокат, когда мы примем заявление от господина Туми. Следователь елозил в кресле и явно волновался. — Могу я переговорить со старшим следователем? — Увы, нет. Торопливо ответил тот. — Пока что нет. Мы не можем принимать такие решения. Все материалы и заявления ему уже переданы, но ответа еще не было. В кабинет явился и сам Аллан Туми. Чувствовалось, что его поток неспокоен, но что это могло значить? Может быть, он сам обеспокоен происходящим. А может, прекрасно осведомлен о том, чем занимается наследник. И если дело будет предано огласке публично и императору, то у рода Туми будут серьезные проблемы, а у Аллана останется не так много путей, чтобы изменить ситуацию. — Приветствую, господа! — Аллан кивнул и занял свободное кресло. — Перейдем сразу к делу. Я приехал, чтобы подать встречное заявление и еще раз подтвердить свое требование о дополнительной экспертизе материалов. Он сидел прямо. Плечи и руки напряжены. Аллан злился, но внешне старался оставаться предельно спокойным. При этом Хаган прекрасно понимал, что и у Туми есть достаточно рычагов давления на судебную власть, чтобы по итогу выиграть или замять дело. — Вы имеете на это полное право, — Хаган обратился к Аллану. Но я не мог оставить подобные записи без внимания. Это касается не только репутации Адоры и Айонов, но и в целом вопроса о том, почему такой человек до сих пор на свободе. — Следите за словами, господин Айон. Аллан поджал губы. — Фил ни в чем не виновен, пока не доказано обратное. — Предлагаю ускорить процесс и провести процедуру допроса с помощью менталиста первого ранга. Нужно только ваше согласие. Хаган говорил спокойно и уверенно. — Отказываюсь. Это возмутительно. Если экспертиза не подтвердит, что записи подлинные, то об этом не может быть и речи. Суда не будет, господин Айон. Я не позволю вам пятнать репутацию рода Туми. У меня и в планах не было. — Нет, господин Айон. Я больше не намерен разговаривать с вами без присутствия адвокатов и без протокола. Это возмутительно. Я не знаю, зачем вам это нужно, но я обязательно выведу вас на чистую воду. Аллан говорил с жаром и страстью. Пытался нападать и играть на том, что Хаган мог бы почувствовать себя некомфортно. Подумай, что действительно все это подлог. И благочестивый род Туми ни к чему не причастен. Или же вполне возможно было то, что Аллан действительно не предполагал, что его сын, наследник Туми, мог оказаться маньяком и убийцей. Тогда возмущение Аллана и желание как угодно доказать невиновность Фила были вполне оправданы. В одном глава Туми был действительно прав. Вести беседы без записи протокола и без присутствия адвокатов более не имело смысла. Господин Туми, я понял вашу позицию и согласен, что следующая встреча должна пройти в более официальной обстановке. Я не буду препятствовать вашему желанию подать заявление о клевете. В таком случае считаю наш разговор оконченным, а о союзе с Туми можете забыть уже сейчас, господин Айон. Аллан подскочил, коротко и дерганно откланялся и вышел из кабинета, хлопнув дверью. Все-таки не смог до конца вести себя сдержанно. «Нам предстоит нелегкая борьба», выдохнул Итан, молчавший все это время. «Ничего», — Хаган кинул, «на нашей стороне правда. Хотя и этого иногда недостаточно». Он перевел взгляд на следователя, делавшего вид, что его вообще не интересует происходившее в кабинете. Пусть знает, пусть даже запишет, на всякий случай. Органам придется выбрать, на чьей стороне быть. Остаться нейтральными конкретно у них никак не выйдет. Я помассировал виски и откинулся глубоко в кресло. Все оказалось так, как я и ожидал. На любое действие всегда найдется противодействие, тем более, если дело касается одного из тринадцати. Аллен Туми был серьезно настроен добиться того, чтобы предварительные обвинения были сняты, а улики признаны поддельными. Весь следственный комитет тоже понимал, что кроме фотографий и видео должны быть еще более серьезные доказательства. При этом ордер на обыск показанных домов они тоже отказывались выдавать. Замкнутый круг. Чтобы вызвать менталиста для допроса и снятия истинных показаний, нужен был не только ордер, но и решение куратора, которому следствие могло отправить запрос тоже по соответствующему ордеру. «У меня есть еще связи среди законников, но, как ты понимаешь, сын, они не имеют стороны». Отец покачал головой. «Да, и убийствами не занимаются», — согласился я. «Но...» Я ненадолго задумался. «Так, если законник сможет с помощью специалистов подтвердить подлинность улик, то суд состоится, и там уже будет борьба сторон обвинения и защиты. Айоны тоже из тринадцати, и нас тоже боятся, как бы там ни было. Мы можем сделать независимую экспертизу с помощью законников. Они подтвердят своей печатью, что улики реальны. Им не нужно принимать чью-то сторону». «Пожалуй, ты прав». Отец кивнул и что-то записал на клочке бумаги. Я все ждал, когда же он скажет о совете старейшин. Но почему-то к этой части разговора отец вообще не стремился. Сложилось впечатление, что он боится происходящих перемен. Ему кажется, что положение рода резко стало шатким. Да, папа, так оно и есть. Только мое появление ускорило процессы и немного изменило их. Как ты думаешь? Я решил его отвлечь. Хуга и Мор помогут мне разобраться с новой магией. «Если я вызову Мора, то мне придется отослать Хуга обратно». Отец усмехнулся. «Щитовики должны быть под контролем». «Понимаю. А если я отправлюсь к Мору?» «Не сейчас. Происшествие со взрывом слишком странное». «Конечно, странное, отец. Я и сам пока не понимал, с какой стороны к нему подойти. И пока не начнется это расследование, у меня нет даже маленьких зацепок». Отец коротко взглянул на экран компьютера. Булькнул сигнал, что пришло сообщение. «Извини, сын. Мне нужно работать. Надеюсь, я удовлетворил твое желание узнать, как продвигаются дела». «Да, но...» «Кто пишет?» «Нера. Это не касается Туми. Ты свободен». Голос отца стал строже. «Я понял. Благодарю за разговор». Я откланился и вышел, прикрыв за собой дверь. Реакция отца на сообщение была очень странной. Мне показалось, или на его лице отразился некий страх. Это явно было что-то важное, но что именно? Сейчас мне очень сильно казалось, что именно эту новость нельзя пропустить. Я понимал, что выяснить, что так удивило отца, нужно как можно скорее.